Приветствую вас! Как я понял, ваш папа одинокий человек, у него нет женщины своей, и соответственно, если у него нет своей женщины, то он обладает некими большими потребностями в том, чтобы проявить себя как мужчина, в таком вот узком смысле слова, как мужчина, по отношению к женщинам, то есть к вам. Он высказывает свое пренебрежение вами, он высказывает вам свою антипальзию, он высказывает вам свою брезгливость, и наоборот, восхищение тогда, когда вы соответствуете его образу женщины, по некому идеалу красоты. При этом, при этом, ваш папа здесь ведет себя исключительно как мужчина, и связано с тем, что ему больше не некого, как бы, эту энергию прилагать, ему больше не некого эту энергию выражать, кроме как только на вас. Кроме вас больше не некого. Если бы у него была своя женщина, возможно, он бы обращал бы на нее внимание и, как бы, ей все это высказывал. Но, поскольку, поскольку, значит, у него женщины нет, то, соответственно, он переносит на вас. Считая, что если вы будете соответствовать его образу красоты, как ему это представляется, да, то, соответственно, у вас будет куда больше успешность в отношениях. Например, как я понял, а парня у вас нет, ну, по крайней мере, вы об этом не говорили. Вот и все. То есть, с одной стороны, это чисто мужская чистота, желание, чтобы его дочь, как единственная женщина в жизни мужчины, соответствовала хоть какому-то идеалу красоты, и просто, чтобы он хоть немного чувствовал себя мужчиной. И, с другой стороны, такое вот чисто родительское мнение, что только если вы будете такой красивый, какой считает ваш отец, то вы можете рассчитывать на успех. Так мыслят многие родители, очень многие, и ничего оригинального здесь ваш отец не предлагает. В этом контексте, в этом случае, в данной ситуации, я склоняюсь к тому, чтобы согласиться со своим коллегой, который говорит вам о том, что вы слишком много внимания придаете критике отца, и вникает вопрос, а почему вас так волнует его мнение? Ну, сказал он и сказал вам точно. Вы просто зрете и делаете так, как вы считаете мнением, и все. То есть вот почему вас это так волнует? Почему вас это так беспокоит? Вот с чем связана подобная вообще реакция победительская? Вот. Вот об этом, об этом я рекомендую вам подумать-подумать на самом деле. Потому что, видите ли, ваш папа, он критикует вас потому, что у него свои мотивы для этого. У него есть свои мотивы, он критикует вас. А вот вы почему позволяете себе на это реагировать? Это уже совсем, на мой взгляд, другой вопрос. Либо вы хотите соответствовать идеалу вашего отца подсознательно, потому что у вас тоже другого мужчины не было. Либо вы не уверены в себе и вас очень задевает то, что он вам говорит. Ну, в таком случае я рекомендую вам поработать именно на тему того, собственно говоря, чтобы обвести больше уверенности в себе. Вот. И, соответственно, я думаю, что вам это можно сделать. Вам довольно легко будет проработать ваша уверенность в себе, потому что, не уверенность в себе, потому что, на мой взгляд, определенные задатки для этого, необходимые, так сказать, условия для этого, у вас есть уже. То есть вы, в принципе, все понимаете правильно. Ну, только просто немножечко, вот, немного больше самостоятельности и, я думаю, у вас все будет в порядке. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. А если какие-то вопросы у вас дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.